В котором есть заработные платы. 25 человек. Что они делают? Они делают то, что произошло в пятницу на испокое. Владислав Лареевич, вы хотите не пообщаться с прессой? Я не хочу не общаться. Я хочу, чтобы вы выполняли свои обязанности. Раза пол и будем по нему работать. Вам что-то приснилось? Я помню, что по Ермолаеву голосов не хватило. Правильно, про ликвидацию. А мы давали... Два разных вариантов. Я ж не спорю. Принесу, сейчас протокол увидим. Мы ждем... И пригласим, если оно действительно... Мы что, ждем Маклыча? Ждем Маклыча. А у нас она Михайловна пришла. Здравствуйте. По один вопрос у нас. 190 квадратов, проспект Центральный, 71 антроп. Что это такое? Это подвольная память. Что она там делает? Ну, вообще, они брали под мастерскую пользу отоплению, там, по росписи яиц. Потому что у них ферма была с краусиной. А, то есть нам даже не зря сказал, что с краусиной яйца красят. А не надо рисовывать только на перекрестке Советской и проспекта Ленина. Пушкарова, кто это делает дискрасиво, нет? Ну, зачитайте, обязательно. Я не знаю, я не знаю. Это, собственно, совсем чистый сноситель. Мы же должны были выехать, посмотрим. Это, конечно, да. Ну, я там жил, что писали, что мы сюда идем. А не брати на наши вопросы, Студич. Без задержанных. 13 февраля, да, мы приглашали. 1.15, протокол номер 80, 13 февраля, 18 февраля. 1.15, звернение департаменту внутреннего финансового контроля и коррупции. Продадание информации, что на побажать депутателю міської ради в основном переліку виконавчику органов Миколаевской міськой ради и коммунальных предприятий, который необходимо включить до плану переверок на 2-е певречение 2017-го до плану переверок 2018-го за резолюцію міського главы. В решили перенести розгляд питания на черговое заседание постельної комиссии, запросили на черговое заседание постельної комиссии директором департамента Римонаева. Голосовали 5 за... Під час заседания они пришли в голову в сумму. Ну, что... Прошло, пригласите по этому проценту. Ну, на следующее заседание, согласно протоколу 82, наглашаю директора департамента Римонаева докладу. Держим? Ищепим? Вопрос. И добавить, да, добавить отчет в департаменту. Нет, ну... А чему нам отчет в департаменту? Ну, а проделана работа. Смотрите, 4 млн гривень. Что у тебя какая-то обстановка? Если придет Римонаев, все равно... Смотрите, ну давайте статистику, сколько он демонтирует, Я обсудил... Все, значит, по пункту 1.1582 и по предложению депутата Деньгина предоставит отчет работы за 2017 и начало 2018 года. Я прошу скументы регистрации, но я имею в виду, что там... Прошу проголосовать, кто за, на предложение Деньгина. Раз, два, три... Александр Ильич, подержите, это чисто формальный отчет. Олег Петрович, давайте... Ну, ну, чисто дружно, а потом Александру Владимировичу по шапке будут давать. Никто мне по шапке не дает. Александр Ильич, сейчас я пришел продолжать эту тему, но давай мне надо. Вот, вот, не дочитайте, можно к вам уходить? Да. Я вам еще замызрение... Да, слабо. Вот, смотрите, это уж предпирать, как подло просто. Сидеть с коллегой-депутатом, при этом не поддерживать предложения, которые законные... Я с тобой не напьянся, чтобы мне не надо тебя поддерживать. Александр Ильич, подождите, я говорю вам о законном решении, о том, что депутаты городского совета, перед тем, как голосуют в бюджет, они должны понимать, куда эти деньги идут. А сегодня распыляться деньгами, содержать всю банду, которая сегодня ходит и только занимается непонятно чем, если вы это поддерживаете, так скажите, я это поддерживаю. Александр Ильич, в прошлый раз вы сказали, пока сидит здесь рейтинг, я не зайду в помещение. Вы свои слова соблюдайте. Александр Ильич, вы пришли, вы днюсмейкерам на сегодня, вы видите прессу и рассказываете. Я пришел, столько у людей есть важных вопросов, вы только заняты тем, чтобы тянуть сегодня все свои вопросы и рассказывая, да, что это все благие намерения. У меня все вопросы мои. Александр Ильич, вот видите, не надо было спать. Пожалуйста, Владислав Олегович ждет вас с коридора и он проведет прессу. Презумно бы было, просто не накаляйте обстановку, пришел бы. А в чем накаляйте, Владимир Олега Петрович? Он мало хамит вам, он вам мало хамит еще. Меня оскорбляет. Он может принимать решение. Да, от чего и нужно слушать его мнение. Я предлагаю, если он оскорбляет, пригласить его на ритм и побоксироваться. Вот это будет тогда... Олег Петрович, вы за ящик тушенки забыли? А что за ящик? А, вы уже забыли, да? Я вам потом просмотрю. Человек хамит всем, он просто хамит, хамит. Александр Ильич, надо быть умнее. Я умнее, я на него не обращаю внимания. Я не комментирую его поступки. Но требовать от меня голосовать, я как хочу, так и голосую. Александр Ильич, просто надо, чтобы голова комиссии, надо конструктивно работать. Олег Петрович, это просто формат. Мне нечем с ним работать. Именно с ним. Олег Петрович, а с чем он неконструктивно работает? Ну, скажите, а в чем бы, если пришел бы Нермалаев, пыскал... Он придет, он придет. Ворум есть, в чем проблема? Олег, да. Смотрите, ну, было бы правильно, уже если мы задаем этот вопрос, нужно было бы, чтобы наши коллеги с комиссией по бюджету первые задали этот вопрос того, что сначала бюджет проходит через них, а потом бы опустились уже к нам. Это было бы уже, наверное, правильно? И изначально, что касается бюджета, розвитку, изначально проходил, что касается направления конкретно ЖКХ, рассматривался здесь, вот в этой, ну, грубо говоря, в этой комиссии всегда. Они так, что рассматриваются... Олег Петрович, это не личная комиссия господина Ейкина. Хочу, хожу, хочу, не хожу. Не ходи. Я не защищал ее. Что за пси-пи? Мало он гамнану выливает. Садитесь с места вашего однопартибца. О, Сергей Васильевич, за Ейкина, подвините. Это же ваш друг, товарищ, брат. Все, двигаемся дальше. Так, что мы поднялись на вопросе 3.7. Расскажите, в чем необходимость расписывать струксины.